Всем привет! С вами проводник по городу Кристины и программа Я в Бийске есть мнение. Город понемножечку начинают готовить к Новому году. У ДК Босс появилась большая пышная елка. На Петровском бульваре елку установят буквально через несколько дней. На знании администрации появилась новогодняя иллюминация. Сегодня мы спросим у бичан, а появилось ли у них новогоднее настроение. Нет, я нет, я не чувствую. Не знаю, возможно это возраст. Как-то уже не чувствуется. А может быть, да, все-таки дело в оформлении. Потому что когда мы начинаем оформлять праздник, тогда да, чувствуется. Люблю Новый год, поэтому чувствую. Рада Новому году. Вот сейчас как вы понимаете, что праздник совсем скоро? Только по внутреннему ощущению пока. Еще нигде так. Ну, украшения уже в магазинах есть. В среднем не чувствуется пока. Пока не чувствуется. Может, отдельно у некоторых людей, может быть, да. Ну, а в общем, пока не чувствуется. А почему-то? Ну, не знаю почему. Потому что, наверное, еще не подошел Новый год, наверное. А как считаете, когда вот в самый раз начнется новогоднее? После 20-го, наверное, там шевелешь будет помаленьку. Там, наверное, да. Нормально. Ведем подготовку. Дом с друзьями уже сняли. Вот. Нормально. Но Новый год пока не чувствую, потому что день рождения в субботу. Пока не отмечу. Новый год не буду ждать. Хорошее настроение. У бабушки у нас 65 лет. Дочь приезжает. Целый год не видели. Не чувствуется. Снега нет. Все в песке. То у нас гололед страшный. Теперь песок насыпали, пройти невозможно. Да, конечно, есть. Декабрь. Уже новогоднее настроение. Снега не хватает. Самое главное – снега. Нет, настроения почему-то новогоднего до сих пор нет. Может быть, потому что снега еще нет. И погода такая не новогодняя, не снежная. А чтобы новогоднее настроение было? Как ты думаешь, сынок, что надо сделать, чтобы новогоднее настроение было? Нужно все украсить, чтобы было все новогоднее. Потому что сейчас очень долго, до того года. Не совсем долго, но чуть-чуть еще осталось. Мне кажется, как-то не чувствуется в этом году. Не знаю. Вот. Может быть. Правда еще, что снега нет. Погода такая, что ни елки нет. Еще как-то, ни катков подготовленного нет. Какое может быть настроение? Надо и люди у нас сказать, сколько больных. У нас сейчас такая обстановка, что сегодня каждый человек думает о себе. Лишь бы здоровье было. Самое главное в жизни. И все остальное будет. А то сегодня встанешь, а завтра не знаю, что будет. Совершенно нет новогоднего настроения. Грязно, неопрятно, нехорошо. Плюс кьюаркады. Новогоднего настроения еще нет пока. Да и украшений нету никаких еще в городе сильно. Ну, или мы не видим просто. Ну, будут чувствоваться числа, знаете, с 15-го, 20-го. Людям начнут зарплату выдавать. Начнут в основном, знаете, продукты, подарки. Ну, как бы есть ощущения новогодние. И магазины наряжены. И как бы сами квартиру украшаем. Ну, знаете, ну, как-то улицы пока еще не украшены. Ну, и как-то настроения предновогоднего нет. Магазин зайдешь, а цен, ну, с ума сойдешь. Ну, радоваться жизни, наверное, надо. Чтобы пандемия побыстрее прошла, и люди действительно начали жить, как раньше жили. Радовались, жизни не болели, да. И, наверное, все здоровье, наверное, больше. Ну, и хорошей погоды всем. А сейчас чего не хватает для того, чтобы вот чувствовался праздник? Ну, конечно, в первый раз. Как раз свободы и не хватает. Чтобы все эти QR-коды убрали карантин, да. Чтобы люди вздохнули и спокойно уже жили. Ну, и смешку побольше. Это было мнение Бичан. А на сегодня я с вами прощаюсь. Увидимся на следующей неделе. Всем пока-пока.